Проверка температуры, процедура теперь обязательная. Сейчас в период карантина измеряют ее не только пациентам, но и всему персоналу. А для точного контроля сотрудники всех отделений Сухумского роддома ведут вот такой, пока что, новый журнал. Каждый день, приходя на наоборот, все сотрудники отделения этой смены будут измерять температуру. Сухумского роддома ведут вот такой, пока что новый журнал. Помимо этого, в каждом отделении установлено по несколько дезинфицирующих средств. Обработка рук здесь явление не новое. Держать в чистоте и проводить дезинфекцию с самих помещений необходимо не только в период пандемии, за счет чего изменения в распорядке, как рассказывают сами сотрудники, неощутимые. Разница лишь в том, что проводить такую процедуру необходимо чаще обычного. Что касается дезинфекции помещения, то здесь у сотрудников родильного дома все под контролем. Каждые 2-3 часа в дневное время все поверхности. Каждого отделения обрабатываются хлор или спирт, содержащий растворами. А учет за этим ведется в специальном журнале. Такие меры предосторожности для родильного дома практика привычная. Подобные процедуры проводятся ежегодно в условиях и обычной эпидемии гриппа. В этом году, конечно, наши меры усилены. Что изменилось? Изменилось то, что у нас в принципе в родильный дом не допускаются посетители даже в гинекологическое отделение. Если мы раньше разрешали посетителям навещать послеоперационных больных в гинекологии, то теперь мы эту практику прекратили. В родильное отделение у нас доступ к посетителей был закрыт всегда. Несмотря на нововведения по всему миру, что разрешается посещение родственниками родильниц, как-то это у нас не сработало. Знаете, особо люди тоже не настаивают, и мы тоже не стали ломать вот эту нашу советскую систему. Для самих рожениц глобальных изменений также не произошло. Также частая проверка температуры и гигиена рук. Единственное, в палатах добавились дополнительные дезинфицирующие средства. А в изоляции, по словам Белопиля, нет острой необходимости. У нас индивидуальные родильные залы. То есть каждая женщина родильный весь этот свой период проходит в отдельном родильном зале со своим медперсоналом. То есть она в период родов не сталкивается ни с какой другой роженицей, родильницей. Единственное, что потом, в послеродовых палатах, через 2 часа, когда они переводятся в палату, там уже они по 2-3 человека находятся. Пока мы не достигли такого уровня, нет у нас возможности. Мы ожидаем, если будет у нас капитальный ремонт родильного дома, тогда мы хотим предусмотреть и это тоже, чтобы в послеродовом периоде тоже были такие вот комнаты индивидуальные. Но это необязательное условие, скажу так, потому что все женщины, которые поступают в роддом, они чаще всего обследованы. И мы знаем заранее, с чем мы имеем дело. В случае, если женщина попадает в роддом с определенным заболеванием или инфекцией, в том числе из COVID-19, специально для нее будет предусмотрен изолированный от остальных рожениц родильный зал со своим отдельным персоналом. Такая процедура в этом учреждении существовала всегда. И здесь же она будет находиться. Видишь, пеленальный столик здесь все есть. Свой туалет, ванна, душ, который чуть проблемный. Но если мы принимаем ковидного, да, пациента, подозрития с ОРВИ, мы с вами одеты, но доктор дополнительно будет защищаться. Либо в очках, либо оденет на себя, видишь, маску. Помимо перчаток. То есть это еще средства защиты. Раз. Но если будет женщина с ОРВИ, принимать мы будем не как обычно, а вот у нас с тобой костюм химзащиты. То есть мы то, что вы видите на экранах, мы оденем вот это полностью, да. Здесь будет две пары перчаток, полностью костюм химзащиты, маска, респиратор здесь есть. И в этом родзале человек, который одел это вместе с женщиной, если женщина будет 8 часов в родах, он 8 часов будет в этом. 12 часов в родах, 12 часов. То есть выйдет доктор и медперсонал только тогда, когда роды закончили, пошел послеродовый период ранее. Не повлиял негативно карантин и на снабжение родильного дома необходимыми медикаментами и препаратами. Одна из целевых программ Минздрава Республики, несмотря на пандемию, реализовывалась практически бесперебойно. Особых задержек никогда не бывает. Они нас не подводят. Если бы не фонд медицинского страхования, конечно, все было бы гораздо сложнее. Потому что они единственное не обслуживают гинекологическое отделение, а все, что касается родов, послеродового периода, патологии беременности, периода новорожденности, все эти моменты, они нас обслуживают. Ну, я не хочу сейчас говорить о каких-то мелочах. Ну, бывает, что там нет какого-то сейчас лекарства. Но в ручном режиме все это корригируется. Во всяком случае, я думаю, ни один пациент не может пожаловаться, что мы им тут даем списки, выписываем лекарства. У нас это не принято в родильном доме. Еще раз повторяю, кроме гинекологического отделения, которое не финансируется фондом медицинского страхования. По словам Белопилия, сейчас проблема связана с женской консультацией, которая из-за капитального ремонта была перенесена на первый этаж роддома. Несмотря на то, что там все работы были завершены за 4 месяца, перейти обратно сотрудники не могут. Все из-за отсутствия оснащения необходимого оборудования. Ютиться вот здесь, на первом этаже родильного дома, это, конечно, неправильно. Мы думали, что этот процесс пройдет у нас до 1 января, но мы не завершили. Женская консультация пока еще не принята нами. Перейти туда мы не можем, хотя ремонт завершен. Очень хотелось бы, чтобы все, от кого это зависит, постарались бы очень. Я все понимаю. Понимаю трудности с карантином, понимаю трудности вообще с обеспечением, сейчас с закрытием границ и все такое. Но эту тему надо решать, наверное, как одну из приоритетных. Говоря о рождаемости, в период карантина новости у этого родильного дома только хорошие. Количество новорожденных за апрель месяц стало вдвое больше, чем в прошлом году. Март и май такими показателями не отличились. Всего же за этот отрезок времени в Сухунском роддоме на свет появилось 230 малышей.